В семье Рахимовых все по часам. Мама восьми детей Елена должна успеть накормить, одеть, отвезти в школу или по своим секциям каждого сорванца. И устаешь, и где-то приходят разочарования, и уныние, но все равно больше хорошего, потому что посмотришь на детей, посмотришь на их успехи какие-то, вот, например, и радуешься. Иногда и одному ребенку сложно уделить внимание, а когда их восемь, то голова идет кругом, смеется многодетная мама. Психолог Елизавета Слюсарева советует в таком случае оценить свои силы и предоставить каждому своего взрослого. Когда мы принимаем ребенка, у нас большая семья, нам нужно каждому ребенку хотя бы по 15 минут в день уделять единоличного его индивидуального внимания. Без телевизора и без других детей. Это сложно, но это вероятно. Вячеслав и Елена Рахимовы троих детей взяли из детского дома. Чтобы не возникло вопросов, эти решения они всегда обсуждали со своими домочадцами. Но за это время у детей не было ни намека на ревность или конкуренцию. Даже наоборот. Всех новых членов семьи они принимали как родных. Самый младший Денис в семье живет всего девятый месяц и уже стал своим. Он в процессе, скажем, раскрывается, вариант такой. Он сначала был как бы тихо-тихо, а сейчас мы веселимся. Многодетная семья – это особый мир со своими плюсами и минусами, радостями и проблемами. А стать мамой и папой приемному ребенку – очень сложная и ответственная задача. Но если родители верят в свои силы, если у них есть помощники, а также все условия проживания, то почему бы и не решиться на такой серьезный поступок? То есть, понимаете, мы добрее становимся. Если вы готовы стать приемными родителями, обратитесь в Краевой Центр развития семейных форм воспитания по телефону 258 15 33. Субтитры создавал DimaTorzok